Для 11-ти классницы Дариной Чепруновой тема «Разум и чувства» оказалась близка. Будущий учитель физкультуры точно знает, что во время учебы отвлекаться нельзя, но иногда эмоции берут верх. У меня были такие ситуации, что и по поводу той же любви. Я могла руководствоваться сердцем, но понимала, что для меня это будет не совсем важно, и на тот момент не совсем важно. Мы должны быть о другом, но, как говорится, сердцем не справишься. За 3 часа 55 минут ребята должны написать сочинение или изложение. При этом в тексте должно быть не менее 250 слов. К критериям оценки относятся также соответствие теме, аргументированность суждений и самостоятельность. Работы оценят по системе зачет-незачет. Следующий шаг, который должен быть сделан, критерии должны увеличиваться, изменяться в сторону грамотности речи. Потому что на сегодняшний день, если ребенок выполнил первые два критерия и еще один любой другой, но написал неграмотно, он все равно получит зачет. Вот следующий шаг, когда мы перейдем ко всему, так сказать, другому, другой проверке этих сочинений. Результаты экзамена подведут 22 декабря. Те, кто по каким-то причинам не смог написать сочинение или не справился с заданием, получат второй шанс. Им можно будет воспользоваться 1 февраля или 3 мая. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Крам azтен sweating. 30-33-33-33-34-34-34-34-33-34-34-34-34-35-34-34-44-3434-3434-3434-3533 – 35,34-3534-3522-3434-3533-3534-16-3434-3834-3434-3333-351-373434-3434-333434-343435-3434344-geiling.